Совсем скоро прозвенит первый звонок. В новом учебном году в республике за парты сядут 134 470 учеников. Среди них есть и те, кто начнет и продолжит учебу в новых школах. Речь идет об учениках кошмашской средней школы Маргаушского района. Этот вопрос еще раз подняли на совещание у главы республики. Надзорные органы запретили открывать школу в этом учебном году. 80 ребят будут учиться в Ситракасах и Маргаушах. Школьные автобусы с дополнительной нагрузкой вполне справятся, считают в Минобразовании республики. Михаил Игнатьев еще раз подчеркнул, жизнь и здоровье детей главнее всего. О ситуации на сегодняшний день рассказал министр образования. 11 человек пока на данном этапе не определились. Они определятся сегодня-завтра. Уведомления им заказанным письмом отправлены. Они определятся. Мы будем способствовать этому. Что касается детей, мы этот вопрос закрываем. Что касается учителей, их всего 16 педагогов. Один уволился. Далее три совместителя. Они работали в Маргаушской средней школе. Три отказались. Трудоустроение было предложено. Место для трудоустройства это пенсионеры. Остальные педагоги, они буквально сегодня-завтра определяются с местом работы. Судьба учеников и учителей находится на контроле правительства республики. Так что эту тему нет смысла поднимать еще раз. Тем более людям, которые не очень в ней разобрались, отметил глава Чувашия. От имени народа, от имени родителей выступают. Они как адвокаты начинают на самом деле, на пустом месте создавать резонанс. Это уже в публичном мероприятии было. Один мужчина как начал, соответственно. Мы его выслушали до конца, вся аудитория. Потом начинаем вопросы задавать. А он в отдельных вопросах даже не в теме. Вопрос с администрацией района проработан. Проблем быть не должно. А создание комфортных и безопасных условий для обучения детей – это принципиальная позиция правительства республики. Подчеркнул Михаил Игнатьев. Радион Архипов, Расиль Мухаммедов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин